Молимся? Давай, молимся тебе. Молимся. Молимся. Начинаем мы в Деянии 23 глава, 6-й, 8-й стих. Пошли? Сейчас, и секундочку. Вот, смотрите. 6-й, 8-й, да? 6-й, 8-й стих, да. Кто читает? Давайте читайте. Узнав же, Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, по-моему, мы это читали в прошлый раз. Нет, мы закончили, насколько я помню, 23-й, 1-й, 5. По-моему, 9-й, ну ладно, хорошо. Или нет? Повтори. Узнав же, Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе. Мужи-братья, я фарисей, сын фарисея, в зачайние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распроя между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделалось-то дальше. Всё? Всё, да? Да, толкование Мюнхилакта-Болгарского. Опять говорит по-человечески, но всюду богат благодатью. Не обманывает, однако и здесь, потому что по предкам он мухарисей. И так как иудеи не хотели сказать, за что обвиняют его, то он считает себя вынужденным высказать это сам. Зачаяние воскресения мертвых меня судят. И оправдывает себя самым обвинением их и клеветою. Садукеи же, будучи несмысленны, не знали, быть может, даже Бога. Поэтому не верят даже тому, что будет воскресение. Однако ж, садукеи не признают трёх положений. Воскресение, бытие ангела и бытие духа. Но дух и ангел одно и то же. Кроме того, слово «обое» в скобках и то и другое говорит о трёх предметах. «Писание людей некнижных и рыборей не следует измерять меру изящной внешней отделки, какое отличается сочинение писателей-специалистов. От этого рождается ересень». И Игнат Тихонович добавляет. «К данному изречению блаженная феофилакта на протяжении прошедших тысячи лет сколько некнижных людей прислонилось и утешилось». Апостол подтверждает 1 Коринфянам 1, 26. «Посмотрите, братья, кто вы? Призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Со стороны книжных и учёных людей исходит мнение, что им, грамотным и мудрецам, учёным-мужам открыто многое. И они могут богословствовать в изящной форме. Но Господь иногда посрамляет и мудрых, совершенно незнатными людьми. Как это мы видим в житиях святых. Очень часто человеческая мудрость, человеческие знания убивают духовную, просветлённую и остаётся одна надменная. Хичливость, превозношение, снобизм. Блаженный Иероним восхищался Туцероном, изященностью его слога по сравнению с непривлекательным и грубым слогом Гиблии. Как доказать такому грамотному, защитившему диссертацию, профессору богословия, что он не прав? Какие действенные методы есть у Бога, чтобы укротить человеческую гордыню? Оказалось, только один способ. Бог посылает ангела, который истязает его плетью и наставляет на путь истинный. Сколько 15 июня, это, наверное, жития. Желающие привлечь людей на сторону Христа спрашивают, какой самый доступный и простой нужно избрать в беседе с людьми? Какой самый доступный и простой нужно избрать в беседе с людьми, прямо читать им Гиблию или пересказывать содержание своими словами? На основе 40-летнего опыта отвечаю только на основании Библии и, в первую очередь, Евангелия, цитируя и, еще лучше, читая вместе с собеседником, прося его кое-что заучить наизусть точным запоминанием названия книги, главы и стиха, и только после этого разъяснять по толкованию святых отцов простыми и ясными словами, близкими к словам Священного Писания. Подавляющее число ересей в Церкви Христовой в продолжении 20-ти столетий исходили от людей грамотных и изящных в словесности. «Писание людей не книжных и рыбарей не следует измерять меру изящной внешней отделки, какой отличается сочинение писателей, специалистов. От этого рождаются ереси». От этого рождаются ереси. Все, толкование закончилось, и вот Игнать Ильич добавил тоже. Я тут, кстати, когда читал, обратил внимание на блоге Андрея Кураева. Он иногда высказывает такое, что вот тот-то человек не ученый, неграмотный и так далее, и так далее. Бывает такое, у него поскальзывает. Он как бы свысока смотрит на некоторых людей, которые не совсем имеют такой уровень знаний, интеллекта. То, что хочет добавить. Игнать Тихонович, вы здесь? Здесь. Может, вы добавите что-нибудь? Я добавляю всегда одно и то же, что Слово Божие живо и действенно. И из всего, что мы видим, читаем в Библии, все нужно применять на сегодняшний день в конкретной обстановке и к себе. Чтобы ни одна голова набивалась знаниями, а ты вооружался. И после встречи, вот здесь, мы уходили другие, как из храма, где звучит проповедь. Заметьте, как апостол Павел хорошо знал обстановку. Вот две религиозные группы. Шииты и суниты. Ну, сапарисеи и саддукеи. И как он их развел? Он сразу же понял. Момент наступил, и нужно бросить то, что разделяет их. И на этом разделении он отвлек внимание, а далее перехватывает инициативу. Вот как надо уметь беседовать. Перед вами коммунист. И рядом какой-нибудь адвентист. И ты в эту аудиторию брось такие слова, на которых они сейчас начнут выравнивать этот уровень. Кто-то встанет на твою сторону. Он сразу определил, что, конечно, в парисеи встанут. И саддуке было много. Теперь он спорит. Нет, не спорит. Они между собой спорят. Вот научиться истинному миссионерскому делу можно не в отделах, а на коленях. Вот сегодня отделы, припархии какие-то, заведующие или там главные где-то. Это все пустота и надмение, как Иларион писал в Троицке. Дымное надмение мира. Вот когда мы это знаем, в любой обстановке, с кем бы ты ни был, ни разговаривал, на собраниях, на конгрессах, приходится где-то бывать. Ты быстренько определи, какие основные здесь группировки людей. Ну, бывает, иногда беседуешь, а тут и баптисты, и адвентисты седьмого дня. Им это как раз и нужно сказать. Но надо, чтобы у тебя была зацепка, за что тебя судят. А за то, и он кинул, что именно. А теперь начался раздор. Раздор, а теперь он, внимание, полностью перехватывает. На его сторону встали, фактически, ну, может быть, больше половины людей. Кто не против вас, тот за вас. Если нам не противоречит где-то. Вот что нужно ухватить. Самое главное, вот в этом уникальном случае умением пользоваться обстановкой. Отошел. Михаил, пожалуйста, там гений из Израиля просит. Ты можешь его подсоединить? Так я хотел Михаилу сказать. Я не добавляю к толкованию. Неправильно выразил, а комментарии даю. Правильно говорите. Это комментарии, которые я даю на слова изучения Библии и проповеди. Расширяя эти слова и приближая к сегодняшней обстановке. Я ничего не добавляю к толкованию. Я просто даю комментарий на вот эти два слова. А к толкованию ничего не добавляю. Благодарю за замечание. Слава Христу. Сергей, у меня нет его контакта. Он пишет, что его не добавили. Нет контакта. Я тебе его скинул. Самогин Александр 2. Не смотришь там. Евгений Израиль. Добавь Сережу. Он просится в этом. А я его не могу добавить. Не я же создавал. Так, Александр. Надо отключать и заново всех создавать. Что такое? Ну тогда я ему напишу, что не могут добавить. И все. Если Сергей здесь, так пусть тогда удалимся все. А Сергей примет всех. Давайте тогда так и сделаем. Давайте. Подожди, подожди. Я сейчас добавлю его. Добавишь? Давайте тогда пробуем. Михаил. Вроде про это я ему отправил. Ну, продолжаем читать, да? Да. А, я еще хотел это добавить, что Игнат Тихонович сказал, что перехватить инициативу. У меня вот последние два дня была встреча со свидетелями Игловой и с людьми, которые называют себя евангельскими христианами, там, ботусскими. И вот я сам это на этом. Мне приходилось перехватывать сразу инициативу, чтобы не они, как бы сказать, вели разговор, а я начинал вести разговор простыми вопросами. И ситуация менялась. Иеговисты, я свидетелями Игловой передаю карточки, они отказываются, убегают. А эти не признают, что они не церковь. Ну, в общем, есть такое, что действительно так оно и есть. Нужно перехватывать инициативу. О. Так, а что? Вы меня слышите? Я да. Ну, давайте дальше читать будем. Сделался большой крик. И, встав, книжники фарисейской стороны и спорили, говоря, ничего худого не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Ну, как раздор увеличился, тот тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. Боялся, чтобы не растерзали Павла, так как он сказал, что он римлянин, и дело было недалеко до опасности. Наконец, воины похищают его, думаю, как свою собственность. Все. Все у нас было хорошо, чтобы из нас не выбили кресло, не отобрали портфель, не лишили нас средств. Вот это вот было со времен Стефана, как Стефана убивали, как на Павла стали кричать, там, побрасывая пыль в воздух и одежды, да, бросая вот это злоба. Люди, которые приспособились вот в этой жизни, и вроде бы у них все хорошо получается, и они якобы и Богу служат, как саддукейская ережа, саддукей. Они, первосвященники, все были саддукеями. Вот, а народ, он был верующий, это были фарисеи. И вот саддукеи, они почему говорят, не успеваем, когда Христа раскрепили, потому что народ пойдет за ним. И вот, чтобы не выбили из-под них кресло, из-под попы, они вот могут даже растерзать. И вот видя человек, тысяченачальник со стороны, что они все равно даже кинутся и при толпе, и что хоть там фарисеи и защищают его, все равно растерзают Павла. Такая вот злоба. Она откуда идет? Вот сейчас вот начни обличать. Скажи вот, что, ну как вот, христианин прежде всего цель, какая его? Родиться свыше и следовать за Богом. Чтобы он был в Духе Святом, постоянно. Потому что церковь, она как бы институт, он меняющийся. Вот первые века, вот, не было священного Писания. Люди собирались в рук трапезы Господней. И как приходил этот апостол, говорит, вы сошел на вас Дух Святый? Нет. И помолившись, возложив руки, и все. А священное Писание появится позже. Были только Ветхий Завет, в который они могли исследовать. И Псалтырь, который постоянно читался. Вот и все. То есть, есть ли на вас благодать? Попробуй сейчас скажи какому-нибудь священнику, архиерею такую. Все. Ты будешь врагом церкви номер один. На тебя повесят там все грехи, что ты не признаешь, не священство, что ты там еретик и все. И даже безосновательно. Вот тот же самый Дух, та же самая злоба, которая была у Садукеев. За что, собственно, разбяли Спасителя, за что убили Стефана, напали на Павла. И вот этот Дух, он как бы, он есть и сейчас. И вот видя этот Дух, он спас Павла. Тут даже язычник, он чувствует, что вот этот Дух. И ничего не сможет он сделать. Потому что это злоба, они кинутся прямо там, даже если защищают. Лишь бы убить, лишь бы уничтожить, стереть со своего пути. Вот это вот. А корень всему зол, почему сказано? Сребролюбие, корень всему зол. Вот от сребролюбия идет уже все остальное. Затмевается полностью разом. Уже они не слушают. Ты хоть там тысячу в Писании приведи. Не буду слушать. Вот мое такое мнение. Прошу прощения. Так. Ну еще что хочет? Евгений Павлович. Ну там Евгений-то подсоединят его, нет? Сейчас. Он уже ко мне четыре письма написал. Ну, брат, читай дальше. Так, тут у нас... Следующее у нас. Деяние 23 с 11 по 13 стих. Хорошо. В следующую ночь Господь, явившись, ему сказал. Дерзай, Павел. Ибо как ты свидетель Соломне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. С наступления дня некоторые иудеи сделали умысл и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же... Было же... Что? Нет, нет, это, наверное... Евгений, ты подсоединился? Да, я вижу, да. Продолжаю. 13 стих. Не убьют Павла. Продолжение более 40, сделавшись такое заклятие. Все. 13. Вячеслав, ты здесь? Здесь, здесь. Дыши, здесь. Считай толкование. Толкование. Но он не являлся Павлом прежде, чем последний не впал в опасность. Так как Господь укрепляет нас и посредством скорбей. И по явлению своем соизволяет спасти жизнь его человеческими средствами. Пожалуйста. Что, что добавит? Вот интересно, да, что апостолу Павлу постоянно вот это вот обещание, я с вами есть во все дни до скончания века, и он, Господь являлся апостолу Павлу постоянно сам, да, как он говорит, «Ибо я от самого Господа принял, что Иван передал, что Господь в эту ночь, которая распят был, прием хлеб, преломил и раздал ученикам, примите, идите, сие из тела мое». Вот он от самого Господа. И Господь ему являлся вот всю жизнь, и наставлял, и учил, какая вот была любовь Господа к Павлу, избрание. О, я вот это хотел сказать. Ну да. Сам Господь. Удивляет злоба, которая у них... Михаил Кальмаев, добавь, пожалуйста, Марьясова и... А, Марьясова. И кроме того, это тоже у меня его контактов нет, я ему сколько посылал. Ну, а я там скинул в общий чат. Да, Марьясова вот нашел. И так, Евгений это подключил, да? Сергей Павлович, ты читай там это... Я сейчас добавлю. Я читаю. Кост 14 стих. Надо объявлять такое стихо, ты спрашиваешь. С 14 стиха, да? 14 и 15, 23 глава. Да, 23 глава, 14. Ну, я помню, я же. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали ему, «Мы клятвую заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла». Итак, ныне живы с Синедрионом. Дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же прежде, нежели он приблизится, готовы убить его. Услышав о своем умысле, сын, сестры... Достаточно. Да, хорошо. Полкование. Вместо того, чтобы сказать... Они сказали, что отрекутся от веры в Бога, если не сделают того, что задумали. Таким образом давали ли они ложные обещания? Они, подклятывая, как обманщики, удалось ли бы им убить Павла? Они снова подвергали себя проклятию, как убийцы, или предавал их анафеме Бог? Сергей Павлович, следи. Далее, да? Давайте далее. Услышав о своем умысле, сын, сестры Павловой, пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он умеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привег к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который умеет нечто сказать тебе». Ты, тысяченачальник, взяв его за руку и, отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят, точнее, исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». 22-й сексакон там... Нет, еще дальше. Еще дальше. «И призвав двухсотников, сказал, «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Фениксу». Он написал и письмо... Достаточно. Кто? Там Марьясова подключаешь-то? Я ему отправляю данные, и он это никак не отвечает на них. То есть я пытаюсь ему отправить, чтобы он ему ответил, а он молчит. Он что ли не умеет, то ли что не знает. Ну, он написал. Так, толкованием. «По Божьему устроению было то, что иудеи не заметили, как он мог слышать. Снова спасается Павел вследствие человеческой предусмотрительности, так как он всех, даже сотника, оставляет в неведении, чтобы не обнаружилось дело». Не стоит ставить в осуждение Павлу того, что он боялся опасности. Это свидетельствует лишь о слабости его природы, так как он был человек, и должен служить в похвалу его воли, так как, и страшась ударов и смерти, он сделал из-за страха. Он не сделал из-за страха этого ничего, не достойного себя. Он говорит, что принял тебя. Принял, понял, отвечу. Ага, есть. Ну, у кого какие комментарии по этому отрывку? Есть у кого-то что-то? Или дальше его? Давай дальше. Я придя с воинами отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом желаю узнать, в чем обвинение его, привел его в Синедрион их, и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся и закона их. Ну, что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. И как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров. Дальше. Итак, воины по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в антипатриду. А на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области. И узнав, что из Телекии, сказал, я выслушу тебя, когда явятся твои обвинители. И повелел ему быть под стражей в выродовой притогии. Вот и письмо, написанное в защиту его и в обвинение иудеев. Посмотри, Павел признается невинным не иудеями, а иноплеменниками, как и Христос Пилатом. Вот такое сравнение. Ну что, идем дальше, первой четверки. Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда он же был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязанным многим миром и твоему попечению благоустроением сего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя, выслушать нас кратко, свойственным тебе снисхождением. Замечательно, что в Кесарии был приток Ирода. Снова не достает чего-то в этих словах для полноты мысли, которая должна быть такова. Они представили обвинительную против Павла записку. Видишь, как с первого раза предрасполагает похвалами свою пользу судью и как старается выдать Павла за нового водителя и возмутителя. Вот там, как соблюдалось законы, порядок, нужно было доказать, что он виноват, а не просто так его взять и судить. И хорошо, что иудеям это нельзя было судить, а то бы они его уже давно были убиты. А этот Тертул, он был по всей вероятности язычник, да, и римлян, поскольку у него имя такое, Тертул. Видно, он такой, как бы был государственный обвинитель, типа нашего прокурора, да, приведенный, первосвященник. Ну, если дальше будем читать, то, наверное. Ну, так далее идем? Да, у него что-то было. Сегодняшний день, опять, вспомнился. Сегодня в обвинении целая куча, множество обвинений, и против фенатейской части, и вообще против общины, и всего. Но обвинения, это словно. Вот, когда это, мы не можем сейчас власть, они, у них тоже руки связаны, они не могут ничего сделать, убить, не могут по закону, они не могут. Вот, сколько они могут обвинить, чтобы люди отошли, и все. Оболгать, и все. Тут же никакой закон, то есть нет ни обвинителей, по-настоящему нет, и оправдания, по-настоящему, чтобы доказать свою невиновность. И это делают христиане. Что самое интересное, православное. Я вот тоже хочу заметить, вот, ты говоришь, закон удерживает от убийства, да, а у нас же есть и мирской закон от клеветы, но я вот что-то вот не сталкивался ни разу, чтобы он работал как должен. Поэтому люди и не боятся, а клеветают друг на друга. Сейчас в патриархии, там вот артирийский собор принял такое постановление, что, если там будет клевета на кого-то, то должно быть и убирательство через интернет. И если это будет доказано, то, значит, тут, ну, согласно экономическим правилам, все прочее, должен быть осужден этот человек. И я хотел спросить на Тихоновича, не хочет ли он это... На своих обвинителей подать суд церковный. Там только в отношении священства это связано. Так, отвечаю. Вот в начале, где смотрели, там Блаженнов Феофилак говорит, что дух и ангелы, ангелы одно и то же. Но когда второй раз уже повторяет и говорит, не будем спорить, а может явился ему дух или ангел, то есть уже подчеркивает, что это не ангелы, дух. А что тогда кроме ангелов дух? Душа человеческая. Потому что являлась душа человеческая, как было при Сауле последней ночи его явился Самуил. Здесь делает резкое различие. Второе. Непонятно, почему Блаженнов Феофилак, во-первых, это не подчеркнул. И второе. Видение. Явился Господь и сказал, ты должен там дальше идти проповедовать. Видение. Является муж македонянина и говорит, приди к нам, помоги нам. Видение. Почему видения кончились подобного содержания? На благовестие все видения. А все перешло в другую сторону, совершенно противоположно. Именно стой на месте, не шевелись. Тогда от кого эти видения? Когда Святая Библия говорит, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это же относится, конечно, и к Богу Отцу, и к Духу Святому. Не может быть, чтобы вчера Бог все время говорил, идите проповедуйте. И говорит, идите до концов мира проповедуйте. И вдруг делая монастырь и прячется за нем. А пока, кто знает, видение. Явилась икона, икона перешла, я жития сестых насчитывал. И скажу, все до одного видения отдельные. Сделать монастырь, стены, запечатать самых лучших людей, не упускать. Вопрос, от кого тогда эти видения были? Когда совершенно в противоположном направлении. Почему Фепылак не подчеркивает это? Потому что монах только поэтому. Когда, ну, в одно опрашивается вопрос. Просто, если нельзя клясться. Почему в житиях непрерывно клянуться? На Златоуст говорит, кто клянется, даже на порог церковной не пущу. В Новом Завете запрет клятвы. Тоже умалчивается. Тоже умалчивается. Я спрашиваю, почему? И далее. Вот гонение, то другое. Священное Писание живо и действенно. Скажи, как по тебе это прошлось? Если ты просидел все время, и тебя никто не гнал, а речь идет именно по вере. Его гнали-то не за то, что он украл, убил или жену отнял. А именно речь шла о религиозном разделении. Почему сегодня гонений-то на эту сторону так мало? Я гляжу, вот у них рождественские чтения было. 15 человек выступали. 15. Такие заковыристые названия, по тематике какие, 15. Конца края нету, даже язык не выговорит. И конкретно против человека, только против меня и Масленникова. Ну и считай, какое, 2 и 13. Масленникова я посчитал, где у него вообще ничего нет. У меня-то есть за что брать. Пример сказать. Передачку, когда сидишь в тюрьме, дают. Ну и там определенные дни. И приходят родственники и знают, раз в месяц можно передать. Ну, не больше 10 килограмм. Моя мама Мария Егоровна сидела и слышит. А у тебя за что? О, да он невиновен. Все невиновные. Моя мама вздохнула, говорит, да как вам тяжело-то всем. Страдают дети, не знаете. А мой-то пошел. За что? У него есть за что его было брать. Да вы что, и признали? Да как же не признать-то? Я его благословила на эти страдания. Они на ее такими глазами смотрели. Она неграмотная совершенно. Но она им начала свидетельствовать о Христе. И когда она ко мне прошла, мама говорит, сынок, ты знал, куда шел, зачем? Терпи. А остальные это невиновные. То есть он боится сказать. Он не понимает, что виновен. Это сегодня надо перенести на это. Тебя гнали когда-нибудь? Вот так, чтобы киллеры были. Вокруг меня вот это трой киллеров. Я это отношу к тем, которые вокруг колготятся. Они ужасные слова произносят. Богохульники. Вот там Дудин где-то дует. Какие-то дулевища, не знаю. Они богохульники. Они нападают-то не на меня, а на то, что привожу места Писания. Книги сжечь. В каждой книге три тысячи ссылок на Священное Писание. Вот теперь я вижу. По мне проехалось. На мне рубцы на спине будут. Если у тебя этого нет, попроси Господа, чтобы Господь показал. Почему нету? Я не говорю, что просить надо. Я не прошу это, оно выходит. А можно ли послать? Можно. Сейчас закон, правда, маленько. Другие параграфы. Раньше это была 129-я статья, сейчас вторая. Меня клеветал, у нас был подполковник милиции, ну, что я такой-то там собрал ваххабитов, форма особый отдел. Ну, то есть, бред был подполковник милиции, поселился там у сына. И ничего нельзя сделать. Кого-то ограбили, сняли. Я подал на него в суд. Вы бы знали, какой был разгром. У него друг, прокурор районного, Широков Михаил. А у меня прокурор края, генерал-лейтенант, дружок. Ну, и тот отменяет. Следователя убрали. Прокурор отменил. Прокурор пошел на пенсию. Полный разгром. Теперь отменили, как бы, мое требование, чтобы в суд-то передать, через прокуратуру-то. А меня не уведомили, обязаны уведомить. И ровно на сороковой день, на сороковой, ябедник, который писал все, инсульт в голову, и он умер. И все, вопрос снятый. На хлевету есть. Я бы мог подать. Ну, надо ли, я вот этого не знаю. Надо ли. Потому что интернетное, ну, теперь легко брать. Потому что прошло у них там рождественское чтение, там Дворкины, имена называются. Теперь можно взять. Можно брать конкретно. Узнавать адреса московские и тянуть их к позорному столбу. От них ничего не останется. Они будут говорить, это частное мнение, мы про себя говорили. Я знаю, что они будут лопотать. От них даже дыму не останется. Ну, мне это не надо. Я много судил, не знаю. Поэтому я прошу только, Господи, в судный день не вменим этого безумия. И они не знают, что делают. Может быть, это единственный сегодня шанс им покаяться. Я ведь говорю о разрушении православия. Во что они превратили патриархию-то. А я говорю о структуре, а не людях. А люди не научены никому. Кто-то стучится все время тут. Кто тут? Посмотри. Вот что я хотел бы сказать конкретно по этому вопросу. Видите, сколько... Ну, вы ушли вперед, я просто записываю, где не останавливаетесь. Дух и ангел тут показывают прямо различия. Различия. Ну и дальше. Какие видения? Почему они сегодня не такие? И второе, и третье. По мне, проходятся эти стихи или нет? Есть ли на меня заговор какой? Угрожает ли за что-то? Вот. Это обязательно будет. У нас рядом проходят поезда. Останавливаются на ту-в другую сторону. Красный свет. Грабят вагоны. Вытаскивают все. Холодильники где-то. Я с двумя собаками заставляю их вернуть обратно. Все. Затащили туда масло. И дали слово, что больше не придут. Маленьких пацанов разогнал. Они утром, ночью награбили снова винограду ящики. К моим дверям подтащили. И стучатся в двери. Я вышел. Деда, а ты из твоей книжки нам еще что-нибудь посчитай. Я говорю, сначала виноград утащите на место. А родители в записки подбрасывают. Если не прекратите наших детей завращать, то то и то с вами сделаем. Ты где бы ты что ни сказал, обязательно угрозы будут. Как ты мог прожить жизнь, когда ни одной угрозы не было? Я просто хочу расшевелить. Это не надо вызывать на себя. Но это именно так и будет. Так. Я ничего нового не привношу. Я только говорю, надо соблюдать каноны. Законы, которые нам дал Бог. Мы православные. Соблюдать посты. Правильно таинства, чтобы были. Посмотрите, венчают. Венцы на голову не надевают. Давно ли это стало? Люди-то не венчаны. Венчания-то нету. Идут сзади. Дружки, кто там держит эти. Безумие совершенное совершается в церкви. И никто как будто этого не видит. Почему патриарх Алексей сказал, бандиты? Бандиты принимали в церковь. И 98 из 100 священников меня вообще не слышит. Патриарха Алексея Второго. Я-то ничего нового не придумываю. Что-то задел я. Брат, ну пофиги, что там. Ну-ка, подойди, Володя. Вот тут рукой задел какую-то клавишу. Ушли? Да, выключилось. Ну вот и все. Вот я задел где-то. Так, ну дай как знать. Ну как, он должен позвонить. Колемай, он, это, поз... То он должен догадаться уже, сам позвонить первый. Он может даже сам позвонить сейчас. Ну что? Сегодня что-то не день скайпа. Да и в тот раз тоже. А вы кому пишете? А? А вы кому пишете? Да никому, кому. Кто есть, а тот и получит. Даже слова пишут. Так вы Михаилу напишите. А где он, Михаил? Тут искать надо. А Сергей же пришел. Так Сергей, а Михаил-то остался. Сергей произнесет слух это в эфире и наберет кремную карость. Любому написать можно это. Не, 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 вот он, Михаил. А? Вот, Михаил, вот. А вот у вас написано. Все, отправляйте. Как я пришел в Иерусалим для поклонения. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим орудное возмущение. И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, и действительно, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках. Имея надежду на Бога, что будет воскресенье мертвых при праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Настолько, говорит Павел, далек я от того, чтобы воздвигать возмущение, что пришел в Иерусалим для поклонения. Останавливается на этой мысли потому, что она представляла сильное доказательство его невиновности. Когда после призвания быть христовым апостолом, Павел говорит, что он служит отеческому Богу, то он показывает этим, что Бог Ветхого и Нового Завета один и тот же. Путем же называет веру или предание. Да, Тихонич, вы подключились? Да, меня подключили. Вот обратите внимание на следующее. Будет воскресенье мертвых. Одно воскресенье. Праведных и неправедных. В одно время. Тех, которые говорят, что будет два воскресенья, первое и второе, они не понимают, о чем говорят. Из сектантов, ну, еретиков, легко определить по трем пунктам. Воюют против икон. Иконы идолы одно и то же. Второе. Нет священства. Они не понимают, что такое рукоположение. И третье верит тысячелетнее царство. Оно началось. И одновременно воскреснут правильно и неправедно. Все до одного сектанта, все везде. Они верят, что в начале воскресных праведники на тысячу лет раньше. А Слово Божие говорит, воскрешу его в последний день, последний день. Шесть раз говорят, они не слышат, не видят. Вот еще одно доказательство. Будет воскресенье праведных и неправедных. Не два воскресенья, а одно одновременное. Расти до жатвы, оставьте плевел и пшеницу. Жатва тире, кончина века. Вот три пункта, как легко в разговоре узнать, кто перед тобой стоит. Первое воскресенье уже сейчас начинается. Первое воскресенье сейчас начинается. Это начало тысячелетнего царства началось на Голгофе. На Голгофе, когда был святом сатана. 2.14 послание к евреям. И как дети причастны плоти и крови, то есть на нас плоти и кровь, то и он, Христос, воспринял оные такие же, дабы смертью своею лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Говорится, что скован на тысячу лет. А где он скован был? Вот это место говорит здесь. А вот тысячелетное царство началось на Голгофе. А тут связано с воскресеньем первым. Первая смерть была какая? В день, в который вкусишь, смертью умрешь. От этой первой духовной смерти Адама должно быть первое воскресенье. Сын мой был мертвый и ожил, пропадал и нашелся. И нас мертвым по преступлениям оживотворил. Видите как? Вот три пункта, по которым точно можно узнать, что человек неправославный. Никогда не употребляйте слова динаминации, конфессии. Все это называется ересь. Евангельское слово. Есть церковь, истина и есть ересь. Никаких конфессий Бог не устанавливал. Отошел. Было воскресенье Христово, но и для каждого человека в отдельности должно быть воскресенье. Евангелие Тухи 15 глава говорит. Сын мой был мертв, мертв и ожил, пропадал и нашелся. 2.5 кефесянам. И нас мертвых по преступлениям оживотворил. Ибо сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и освятить тебя Христос. Вот прямо говорит, речь идет не о телах, а о душах. Там духовная первая была смерть, душой умер Адам. И первое воскресенье, уверовать во Христа, воскреснуть из мертвых, родить со свыше. Это одно и то же. Ну так, я и думал, что это духовное воскресенье. Ну что, идем дальше? Давай, брат. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При всем нашли меня очистившегося в храме и с народом, и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед тебя и обвинить меня, если что имеют против меня. Или пусть си самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Смедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение и воскресение мертвых я ныне судим вами. Далее. Достаточно. Толкование. Совершенную добродетель являем мы тогда, когда и людям не подаем поводов к соблазнам, и пред Богом стараемся быть непорочными. А что я говорю правду, так об этом свидетельствуют сами обвиняющие меня. Не избегать обвинителей, но быть готовым дать ответ всякому – знак несомненной правоты. Сначала они на то и обиделись, что я проповедовал воскресенье, потому что после этой проповеди удобно было присовокупить и то, что относится ко Христу, именно что Он воскрес. Что дальше? Нет. Вопросы? Я вот, Игнат Тихонович, скидывал ролик про благовестие протестантов и католиков в Китае. Что самое удивительное, что они перехватили пальму первенства в православной церкви и идут впереди. И именно у них это благовестие, как раз они о воскресенье Христовом и пытаются проповедовать. По-своему, конечно, там, как они могут. Но, тем не менее, люди там открыты, китайцы оказались, и принимают вот это вот благовестие ихнее, и очень много к ним присоединяется. И я узнал, что православных там практически нет. Ну, Иларион, митрополит, рассчитывает около 15 тысяч. Ну, это сколько там, может быть, и этого нет. Даже священников нету, четыре храма есть. То есть засохла осмоковница. И меня вот это вот удивляет и поражает. Почему действительно ангел никакой не скажет нашим православным иерархам, вместо того, чтобы делить власть, акцентировать внимание совсем на другом. На благовестие и в просении души. Брат Сергий. Да. Я все. Все. Ну что у нас, время-то вышло, наверное, уже. Час позитивались. Вопросы? Вы с шести начали сегодня? Ну, мы немножко тут, это, подержали. Просто подольше, потому что мы долго возились. Минут 18, наверное, подключали еще. Пока выясняли, что тебя нету и тогда. Так. Ну, тогда идем сегодня подольше, позанимаемся. 22-й, 23-й, да? Выслушав это, Феликс, отсрочил дело и сказав, рассмотрю ваше дело, когда придет тысячначальник Лисий, и я отстоять знаю об этом учении. А Павла приказал сотнику стеречь, и не стеснять его, и не запрещать никому из его близких служить ему, или приходить к нему. Толкование. Если бы выужинать, наверное. С намерением отложил дело, то есть, не с тем, чтобы изучить его, но с тем, чтобы удалить иудеев и дать ослабу Павлу, так как не хотел ради них наказывать его. Наставленное из Ветхого Завета к тому, что относилось ко Христу, Феликс хорошо знал веру Павла, и не освободил его от человекоугодливости. А может быть, он думал получить от Павла и денег. Знал же Феликс о том, что относилось ко Христу, как имевший жену иудеянку, от которой он часто слышал об этом. Я вот услышал недавно такую вот вещь, что частое причащение еще нужно для того, чтобы это такой православный маркетинг, то есть привлечь людей к храму. А привлекая людей к храму, получается больше собираемых денег. То есть выгода прямая есть от этого всего. Да, у меня тоже такая мысль была. Думал, почему же они... И это, кстати, это... Сергей Павлович, это я слышал от священника. Священник так сказал, что это маркетинг. Да я не думаю, что это маркетинг, потому что человек должен подойти с каким-то осознанием, пониманием, со страхом Божиим. А просто так, ради чего-то или куда-то без очереди, это же... Ну, христианству же нельзя кредать как науку или доказывать как философию. Это же все воспринимается сердцем. А если нет у тебя этого страха, ну, какая тебе польза-то? Почему апостол-то и говорит, что был у кривня, видел, что все недостойно причащаются, затем болеют и умирают? Я думаю, что это не маркетинг, это просто таким методом тоже не привлечёшь. Я даже вот с мамочками разговариваю, говорю, вот когда детей приводят, причащают, вы сами-то хоть готовитесь? Вот для чего вы ребёнка причащаете? Ну, хорошо, что постоянно там... Вы считаете, в чём же... В чём вот вы это видите? И глупости, знаете, говорят, страшно слышать. Одни говорят, что вот бабки не берут лечить, там ещё что-нибудь, понимаете? Вот такое глубокое заблуждение. Я говорю, кто же вас так научил-то? Всё. Ну, понимаешь, брат, может быть, я не говорю, что все неискренны, ну, допустим, у меня вот племянник-священник, и ещё есть некоторые, допустим, знакомые, для которых служба эта в храме, она превратилась просто в работу. Они просто зарабатывают деньги. Хотя говорят прям правильные речи, говорят правильные слова, выражают проповеди, читают, и так далее, и так далее. Но, зная их, так сказать, внутреннюю жизнь, и понимание, я вижу, что многие к работе относятся. И ничего удивительного в этом нету, что подскудно они там это, и думают о том, чтобы их денежку приносили. Ну, да, наверное, так, что потому что каковы помыслы? Ну, вообще, помыслы — это показатель нашего духовного состояния. А вот это всё и показывают. С какими помыслами вот этот человек делает? Если зачем... Как у нас в храме, говорит, теперь можно уже не готовиться, ну, как бы такое, чтобы послабить, а можно уже не поститься. Я стою, у меня глаза прибавляются, прибавляются, говорю, ну, почему так всё поменяется? И это, главное, постановление архиерейского собора. Вот что это делает. И люди, понимаете, люди теряют святость. Почему в алтаре... Почему из алтаря... О, Игорь Тихонович сказал, уйди оттуда. Потому что делают школьные коридоры, наберут ребятишек маленьких. Детям пытаешься объяснить, что это святая святая, что это святость. Что здесь вот так всё, на тут рот открывать нельзя. Ну, на тебя священник посмотрят, ну, что ты наезжаешь, пускай он там привыкнет. Куда же привыкнет, куда его привели? Все родители думают, что вот благодать Божия сойдёт. И думают-то о мирском, о материальном, если ребёнок служит в алтаре. Они думают, что они согрешают вместе с ними. Они его делают. Почему вот у меня из 27 знакомых мальчишек вот этих, два человека в алтаре остались. Все остальные, посмотри, курят, пьют, блудят, всё. Вот ты, пожалуйста. Я же вот Игнат Тихонович тогда говорил, когда я больше года проводил вот это, ну, как сказать, соцопрос, что ли. Я спрашивал людей, которые читают Евангелие, вот которые ходят в храмы. Я не посторонних спрашивал, но больше года прошло. И вот 99 человек, сотый был я. И вот из 100 человек, 9 человек читают Евангелие. 9. И 4 человека, в том числе, включая меня, читают его постоянно. Ну, откуда же знания-то будут? Всё, пошёл. Пробед того, как ещё читать Евангелие, то можно просто, ну, сначала такое-то прочитал, не применев этого к себе, а просто прочитать это одно, а когда к себе применяешь, ты другое. Да не, я говорю, что от Иоанна 5 глава, ряд из стихов, исследуйте Писание. Ну вот если не даете... Вот в чём дело. Если вы... да. Не то, что прочитать, как художественную книгу. Да хоть бы как историческую книгу для начала прочитали. Это бы было важно. Что-то было осталось. А ничего же нет в душе этого человека. Вот ритуальность, 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 вот эта выдуманность. А что делать? Десять раз повторилось, это уже становится, как бы, чуть ли не к преданию церкви относит. Такая глупость ужасная. И ничего не сделаешь. Если человек начнёт исследовать, то он... Затем у него глаза-то открываются, он увидит, что не так всё делает. Не согласна с Суховом Божьем. Правильно, почему война такая против Рогнат Тихоновича. Посмотрите, как поюет. С пеной у рта. Отчего доказывают? Никто ничего конкретно не предъявляет. Даже уже не хочется задавать вопрос и не хочется быть адвокатом Рогнат Тихоновича. потому что война этого не почва. У него один адвокат. Так, наверху. Бог. Ну да, Господь. Господь, адвокат, неплохо. Ну что, читаем дальше? Равно час прошёл. Давай, брат. Сейчас. Так, 24-27 стихи. Через несколько дней Феликс, придя с друзилою, женою свою иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришёл в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций вес. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла за... Долкование. Быв иудеянкою, она против закона вышла за Елена. Или, быть может, она, хотя и была иудеянко, но вышедшая замуж стала Еленкой. Поэтому-то она, желая обратить и мужа, и сделать его пришельцем, и сообщила ему свою веру. Такая сила заключалась в словах Павла, что и начальник испугался. «Видишь, какую правду и дышит то, что пишется». Часто призывал Павла не потому, что удивлялся ему, или что одобрял его речи, или потому, что желал уверовать, но потому, что надеялся, что ему дадут денег. Вот так и не версия это. Вот его веру-то перебили, если желание денег. Не желал бы денег, может быть, уверовал бы по-настоящему. И вот у меня такая мысль или вопрос. Если бы священники ради корости пошли благовествовать, это было бы на пользу церкви или вред? Какая корость? Какой корость у тебя есть? Денег или чтобы получить спасение души? Твоей и того, кому попадешь? Какая корость? Какая корость? Деньги, конечно. Но почему? Но священник понимает. Вот он приходит, народу мало, жертвует мало. И он думает, ну как бы сделать, чтобы денег-то больше было? Идет на благовестие, чтобы народ призвать в храм. Это благо для церкви будет или вред будет? И люди потом поймут, что он их не душит, не спасал, а ради денег. Смотря на священник. А там-то помнишь, какие встречались священники? Что бежали от нас. Понятно. Что-что? Я говорю, какой священник? Помнишь, как от нас один священник там приятел с матушкой? Да, на втором этаже, когда мы книги ему привезли. Да. Чуть с лестницы нас не спустил. Вот да. Да, всякие бывают, конечно. Но я не думаю, что пойдут. Я разговаривал с батюшкой. Он говорит, ну как вы себе представляете это? Я говорю, ну нормально. Мы же ходим. По одиночке ходим. Мы в больницу заходим там. Я говорю, знаете, вот приходишь и слышишь, у людей все в голове перепутано. Я так же говорю, вина-то священства, духовенства всего. Они, говорю, Кришну с православием, еще с каким-то примесом туда и все. Придешь, слушаешь человека, он такую, простите, лабуду несет. И говоришь, а кто тебя научил-то? И вот они вот телевизор, вот это все вот смотрят, смотрят, и научаются друг от друга. Они не исконник учат. Вот в чем вина. А пошли бы, вот чисто по Писанию, как вот Игнать Тихонович проповеди читает, как объясняет. Потому что есть примеры, когда, например, служат литургию, и тут даже литургию поясняют. Потому что многие в храме, я уверен, что ходят и не знают, что такое литургия. Ну да. Если человек не ищет правду, то она ему не откроется. А если он это, ради своего там места или еще чего-нибудь, такого земного, соглашается с ложью, то опять же, хуже самое, глаза у него будут закрыты грехом. То есть он не увидит. Что-то разное-то ухто, что-то. Что, Сергей, вопросы? Да. Вопрос. Вот мне Игнать Тихонович ссылку скинул толкование притчи о богачей Лазаре. И своя интерпретация, там, вот он, по-моему, протестант, там, это слово веры, секта какая-то. И вот у него откровение такое, или что, вот он такое толкование свое привел, что Лазарь, это грешник, нуждающийся в спасении, а богач, это член церкви, богатой церкви, который, вот, не пошел на благовестие. Вот такое вот толкование. Здорово. Мне вот хотелось, и он, как бы, спрашивает, согласны вы с таким вот моим видением толкованием, или нет? И вот я хотел бы вот задать вопрос всем. Согласны вы, или нет? Ну, вообще, конечно, фарисей считал себя самодостаточным, и уже надежно дождать. Не фарисей, притча о богаче Лазаре. Ой. В чем тут фарисей-то? Я с этим другой. Притча о богаче Лазаре. Вот, и он сравнивает, что бедный, это, значит, вот, желающий спасения. А богатый не дал ему, не дал ему слова Божьего. Вот. Поэтому и Господь осудил его за это. Согласны с таким толкованием? Или нет? Или что-то здесь все-таки не так? разветка, наверное. А ты как думаешь? Я как думаю? Ну, вот у меня не принимает душа моя, что почему если он грешник, бедный, то в притчи-то он в рай попадает. Спасибо, в чем правильно рассудил или нет. Не может же грешник в рай попасть. А там в рай попадает плеча богачей Лазаря. Это толкует, что бедный это грешник, а богач это вот, который не пошел на благовестие. меня тоже смущает здесь один момент. Вот как бы человек, имеющий как бы Евангелие, понятие о Христе, допустим, богач, конечно, он обязан там поделиться со всеми, обязан делиться, но есть такое, имеющему дано будет, а не имеющему заберется и то, что он думает иметь. Вот в чем дело. Поэтому как бы слово нерастворенное веро и слышащих, ну, как, оно не приносит пользы. Нерастворенное веро и слышащие. То есть наше дело, конечно, сеять, а что возрастет, ну, здесь уже Господь судья и Господь знает. Ну, по мере возможности. Я согласен с собой брать Сергей полностью. Вот смотри, Сергей, у православных истинная вера. У них, как говорится, золото и богатство действительно верит. Встречаются свидетели Иголы, которые, ну, собственно говоря, ничего не имеют такого, что имеют православные. И православные проходят мимо его, отмахиваются, говорят, ну, ты пошел ты от меня нечистый. Это похоже на богача. Речь идет просто о грешнике. Почему он не благоверствует? Да, грешник он не может, если ему, допустим, тот, почему в бедный фрай попал? За что? За то, что он претерпел, за то, что богач ему не давал, а он революцию не совершил, может быть, вот за это, понимаешь? Можно я тоже скажу слово? Можно, да. Ну, как бы, мы православные, мы богачи, в каком смысле богачи? Мы имеем наследие, и все, имеем причастие, через которое, как бы, все. А на самом деле, ты нищ, инак, богат тот, кто врожден от Духа Святаго, кто, как апостол Павел, горит верой, кто живет в Духе, кто с Богом постоянно, а православных много таких. Уста глаголят от избытка сердца. Что он будет говорить, когда он потухший уголь? Он пачкает, он только может задеть кого и испачкает. А чего? Где мы богаты? Чем мы богаты? Мы богаты только наследием. Вот есть у нас Священное Писание, если мы его читаем, и Священное Предание, естественно, и Причастие, вот, Таинство есть, с Которой мы прибегаем, опять же, с верой. Все, наше богатство. Конечно, мы им должны делиться, рассказывать, что это вот спасительно, у вас этого нет. Но иногда мы бываем более нищие, чем это самое. Ты думаешь, ты богат, а на самом деле ты не богат. Ты нищий, наг. поэтому, как бы, а свое богатство нужно проверять, с Богом ли я, в духе ли я. А уже уста они глаголят от избытка сердца. От избытка сердца. Нельзя говорить халва, 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 слаще на языке не станет. Вот в чем дело. Ну да, православие начинает свою проповедь с покаяния же. И в жизни есть только два пути. Путь добра и путь зла. Вот каждый выбирает же свой путь. Это, по-моему, Святой Лука говорил. Дело в том, что человек, покаявший, покаявшийся, уверовавший в Христа, он уже никогда не возвращается на тот путь, который он шел. Вот шел он на юг, а тут развернулся и пошел строго на север. Уже он отметает весь этот мир. Вот в этом и есть. Но то, что судить, как там, что христианин, я не думаю, что как-то... Все равно у меня какое-то, не знаю, внутреннее сомнение, а в чем, вот не пойму пока. Ну давайте. На тихо еще обратимся. Сергей. Что? На тихо еще. Да, дадим слово. С удовольствием послушаю. Вернемся назад немножко. Давай. Вот когда нападают, я говорю по своей биографии, сразу говорят, а зачем вы оправдываетесь? Зачем говорите-то? Вы претерпеете, за это получите награду. Правильная мысль? Но однако здесь и ты один. Но когда за тобой стоит еще что-то, ты не имеешь права молчать. Ведь апостола Павла, его не просто Павла гнадит, а апостола, от которого тысячи людей слышали Слово Божие. Если они его свалили, запачкали, то остальные скажут, что это? Кто такие? Почему Давид в 41-м псалме говорит, да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя? А иначе скажут, вот ваш руководитель, смотри, он куда завел вас. И апостол Павел говорит, что я принес милостыню народу моему. Почему Павла-то не укоряют сегодня? А он себя выставляет. Я принес не конкретному человеку, а всему народу. Это плюс ему или нет? Если я насчитал златоуста, жития и прочее, я сказал об этом, а что вы хвалитесь? Ну как же, я до своего народа белорусского это сделал. Добротолюю. 50 книг Кауди насчитал. Ни на что не смотрят. Стоит какая-то тетка там говорит, и чего-то там, Дворкин засланец из Америки, зачем он здесь? Я что сказал? А дальше, говорит, я очистился, взял расход на себя. Он, зачем Павел-то оправдывается-то? А как иначе ему поверить-то? И я говорю, я уверовал такое время, мне сегодня один его говорит, ну, только хвалитесь, как обратились, да вот как там переменилась жизнь, нельзя это народу рассказывать. И третье, и меня не нашли, говорит, чтобы я сделал какую-то либо неправду, а то уже не, я пересчитал, перечисляю, милости, не очистился и прочее. Павел-то оправдывается. Вкрутую оправдывается. И начальник поверил? Да, поверил. Ну, единственное, что слово сказало в воскресенье. Заметьте, как он не сказал слово о Христе, они бы сразу вспыхнули. Но так как Христос воскрес, об этом спорили, он сказал вообще о Христе, нужно уметь сказать как, чтобы не раздорожить. Вот я работаю с мусульманами. Я не так делаю, как Данил Сысоев. Я никогда не произношу слова Аллах, вот в Йемене запрещено христианам произносить. А я этого не знал, потом-то я его знал. Второе, не произношу слово Мухаммад, Магомед. И не произношу третье слово Коран. Это Коран. Коран. А почему? Да потому, что меня Господь послал благовествовать Евангелие, благую весть. Благая весть, Евангелие переводится. Я иду с Евангелием. И если я говорю, нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало распастись, Деяние 4.12, я как раз и говорю, что Мухаммад тут ни при чем. Имя другое не может быть. Дальше я цитирую. Верующие в Сына Божие, они в это не верят. Имеет жизнь вечную, а неверующие не увеют жизни. Кто не имеет Сына, не имеет Отца. Они не имеют Сына Божия. И отсюда я показываю, что все остальное у вас не имеет смысла. Вы не верите в воскресенье. Они Иису признают, Иса, Христос. Вот как. За учение воскресенья мертвых. А Христе речи нет. Но у нас заключено именно здесь. Когда будут говорить, ну а мы и так верим, что воскреснут. А какая у вас причина вы верите? Вы верите, что все давно воскреснете? И язычники? О нет, конечно. Язычники это скоты с человеческими лицами. А он говорит, для всех воскресенье праведных и неправедных. Вот что за этим кроется. Дальше дети, вы говорили, бегают. И в алтарь вот Александр Сергеевич сказал, Марьясов, правильно, у меня тоже опыт есть. Дети, которые не имеют благоговения в храме, я еще ни одного не знаю, который вылаз бы порядочным христианином. Это дети-циники растут. Бывают нищие бегают, особенно дети священников в алтаре, они приближают. Для него нет святости. Я чтен, имею право заходить в алтарь. Я спрошу, кто меня видел в алтаре хоть раз? Шили мне подрясник, прекрасный. Я его отдал Виктору Андреевичу. Я боюсь, но так как приехал к нам митрополит и договорились, чтобы я с Библией вошел, благословился на проповедь, которую он просил сказать, он же и просил. Тогда я зашел. И никто и не видит, что у меня даже два сапога разные. Один черный, другой зеленый. Дальше. Сегодня беда с причастием. Я как-то говорил проповедь, не проповедь, а занятия. Игры. Какие игры? Особенно игры по компьютеру. Я считаю хуже наркомании. И детей, играющих на это даже не принимаю. А здесь сегодня игра идет. Я говорю, догадайтесь, какая самая страшная игра, а не эта. Не знают. Я отвечаю, попы, священники играют при счастье в алтаре. Не допущу и сдохнешь под забором. Вот приходят и спрашивают, сын занаркоманился, совершенно родители не признают, из дома все тащат. Ну, какую-то молитву дайте, чтобы прочитать, чтобы хоть что-то дома-то оставил. Он все абсолютно. И что отвечает? Ну, пускай придет причаститься. То есть, большего безумия сказать нельзя. Он крещеный, да, он там мощеный, они не говорят мощеный, но, да, все, причастят в этот день. А он наркоманит, он самоубийца. Ему минимум 18 лет как колдуну нельзя приближаться. Вы это безумие не ищите нигде, оно в алтаре сидит. И сколько поражено, почти 100% священников поражен этой заразой. Они играют причастием. Сколько канонов есть, называется эпитемья, вот, допустим, женщина сделала аборт, от ученого до 10 лет. 10 лет не может причаститься. При обильных слезах одна треть только снимается срока, условно-досрочная. Сегодня ничего этого нет, наоборот, кто не причащался? Кто не причащался? Стоит в чаши и некрещеные подходят, выходят и выплевывают, я собирал пациента этого. Ой, мне что-то в рот попало, она думала на одно вино. Они не знают, и кто это попы делают? Большего разврата, большего уничтожения православия никто не делает. Я об этом говорю. Эти киллеры вокруг меня церковные, это самая страшная мафия, как комсомольская правда пишет, церковная мафия. Вы еще не знаете, когда они объединятся с властью полностью, какой террор будет снова церковный. Как гнали они все штунду, как приходилось им бежать, как старобряться в Нобиле, как сожигались по тысяче человек, что было? Иосиф Володский, православный Сталин, канонизирован. Даже выговорить невозможно. Вот сегодня прошли. Дальше, Павла посещали в тюрьме свободно. Как эти слова для меня были радостные и печально, что их нет. Никому нет встречи, если тебя арестовали. Не доказано, суда не было. А раз суда не было, меня в любой момент могут освободить. Ничего нету, указ президента может меня освободить. Ни под каким видом не найдешь. Я разыгрывал вот скажите, преступники, перед ними выступаю я. Когда освободился, то меня приглашали в тюрьме, я вел занятия. Ни один, ни два, по радио выступаю. 17 лет. СИЗО 17-1. 3 700 преступников. Ну давайте вообразим на время. Начальство ушло, нас оставило одних. Мы сейчас разделимся, верующие и неверующие. Верующие, я скажу, верующие, разницы нет. То баптисты, адвентисты, ну кто только хочет. Отдельно, а это мы отдельно. Или вся наша тюрьма. Давайте разыграем первую. Вот вам дали, что у вас будет? Вы одни, мы верующие отошли от вас. Сразу же начнется грабеж. Женская сторона откворяется. Начнется изнасилование. Беда. Будет это, но никому в город выходить нельзя. Я картину тут показываю. Что означает вера? Вы согласны? Все преступники соглашаются. Да. Начнется разграбление продовольственных складов. Так? Да так. Начнется у вас соревнование, кто старше. Убийство. Так, так. Теперь смотрите, мы верующие. Мы сразу напишем, напишем плакат. Нам разрешено на крышу залезть. И скажем, свободно, свободно, можете нам передавать передачи. Принесите Евангелие. И женщины, как были в отдельном отделении, мы так оставляем их. Молодые люди могут знакомиться, покажут друг другу. И сказали, вот эту свободу даем на 7 лет. У нас будут играть со свадьбы, будут рождаться дети. Здесь же есть священники. Добавляться к нам могут приходить, а выходить преступники мы все осуждены, не могут. Мы показали бы, какая была бы прекрасная община в этой тюрьме уже сегодня. Каждый день проповеди, благовестия. Благовестия мы бы писали плакаты, выставляли, показывали. Вот разница, когда я нарисовал картину. И это я беру откуда? А вот отсюда. А дальше ради удовольствия оставил его в вузах. Мне оправдать стоило только одним бы словом. Одним словом бы сейчас патриарх, меня меньше уже не может оправдать. И сказал бы, безумие делайте. Тогда бы эти покорились, а другие епархии не подчиняются нашему. Мы сидим в епархии за столом. Как раз решила о признании, ближе быть. И тогда отец таким говорит, ну как ближе быть? Два епископа сидят. Ну сейчас в интернете выставили, что потеряевки служат сатане, а не богу и прочее. Уж на что был раньше не расположен Максим Дмитриев епископ. Да вы что? А Беляев сидит рядом в отец Сергий, секретарь епархиальный. Он говорит, да, это вот Георгий, это горном Алтае, там, горном Алтае. Убрать! Он ему подчиняется. Он не может сказать на Кемеровского, не может сказать Манкурта того, Папа Манкурта через Депис. Это может только патриарх. Мы пришли домой, сунулись, уже в интернете нет. Что они делают? Как они беснуются? Что говорят? Патриарх мог бы одним рощерком пера закрыть, все, а этого нету. Он не знает? Знает, а нас он лично спрашивал епископа, как там дела у вас, мою фамилию произнес, еще Алексей Второй. Могли бы, а почему? Он решил доставить ему удовольствие. Вот этот Феликс. Решил доставить удовольствие. Вот смотрите, сколько мест пропущенных, которые я прокомментировал. Вы торопитесь. Не спрашивайте, а я выходить не буду, пока не спросите. Отошел. Спасибо, Господи. Слава Иисусу. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Вот, Игнат Тихонович, вы говорите, как руководитель, вы ответственны и как бы лицо всей общины. Но и каждый в отдельности член общины тоже он ответственный за то, что происходит в общине и тоже должен соответствовать тому, что делает община и все прочее. То есть тут мне кажется, что уровень, тот, который вы сделали уровень, каждый член общины должен этого уровня достигать, стараться. и чтобы через него тоже не хулилась имя, так сказать, общины и всех остальных братьев и десертников. Так, наверное, да? Относительно хулы, и что они говорят, это наша награда. Но так как я не просто стою в углу где-то, а на мне детский лагерь, деревня, большое свидетельство, миссионеры, а она там выступает, какая-то Анна Владимировна, неизвестная, мне, и чтение-то, рождественные, это даже проповедник Лапкин, я не хочу и называть его даже так, то есть я не проповедник. Понимаете? Не проповедник. 53 года проповедую. Не могу назвать даже и число, сколько стектантов, преступников обратилось. Это не человеческое, это Бог делает. Она нигде ничего не может сказать, но они ее сделали вот такой. И рядом Дворкин сидит. У нас не просто положение страшное, аховое, оно катастрофическое. И потому, потому что в эту систему лжи я не могу вписаться, быть такой, как он. И поэтому они, правильно написал Михаил, как Кальмаев, они объявляют войну на истребление. А что нужно? Ничего. Я сижу и радуюсь. Но им-то каково будет, когда придет время? Знаете, как пророк сказал, был среди вас пророк, я могу сказать, был среди вас хоть маленький-маленький проповедник, как Тарабич говорит, метар. Я имею возможность сказать, я им сказал, они не приняли, не приняли и пришли в бешенство. Я говорю, называю их лютые волки, а мне один скидывает и говорит, зачем вы их так возвышаете? Да волков им еще расти да расти, это просто шакаль и гиемская стая. И смотри, с какой радостью они кидаются. А кто развязал эту травлю? Попы. А сегодня они там в интернете везде выставляют, голову отрезать, где-то блудники совокупляются, а они мою голову там другую представляют, как будто я все делаю. То есть у них ни предела, ничего нет. Человека-демона. И что? Награда. Радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда. И они могут изъяснять, что вы сейчас проходите? Нет, конечно. А почему? Да потому, они покинуты. Некое страшное ожидание огня, готового пожрать противников. Для таковых нет жертвы за грех, а то любой может покаяться, и далеко не любой. Кто похулил Духа Святого, он не может покаяться. Он приобретает все качества демонические. И у тех, которые нападают, очень похоже, что они перешагнули эту грань, и выхода уже не будет. Нет жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня. Вот что такое. Нужно договорить до конца. Я говорю и не вписываюсь в эту систему лжи, патриархийную. Тройная, непрерывная, везде ложь. Даже выступают, дали задание по моим материалам, и я показал, сколько раз солгали. Ни одного слова нету, чтобы правильно сказали. Дьявол лжец и человекоубийца. Архиерею это они названивают. Вот сейчас сверлились. Ну а как же тогда архиерей, вот их, а то не отвечают, его тоже туда же надо вроде. Это мне сегодня передали уже, это уже выставлено у них. Местный митрополит. Раз Игнатия поддержит. Почему он может это говорить? Это не его митрополит. А почему вот это умение кусать? А я местный архиерей это понял, такое впечатление, что они вас убить хотят, я говорю, да, 40 киллеров. Заклялись, не пить и не есть. Они не считают ни слова Божия, ни истины, не причащаются. Чаще исповедуются, чаще причащаются, то есть недостойно. Вот откуда это все идет. И когда я считаю то, что сегодня считали, мне настолько это близко, это по мне не проехалось, рубцы оставило. Ни одной духовки нет, которая по мне бы не проехалась. Почему? Это избрание. Слово избрание они как огня боятся. А я почитал там 200, кажется, 30 раз в Библии упоминается. И Павел говорит избранным, они не знают этого совершенно. Мирская терминология, чисто рафинированный мирской ум. Вот и все. Отошел. Я сегодня в комментарии прочитал, что там высказывают сожалению, недоброжелатели, что не могут оторвать от вас ваших друзей и тех, кто это охотится в общине. Не могут оторвать. Это, я говорю, синдром падшего демона. Он пал. Зачем дьявол соблазняет? Вот это тоже. Они пали, душа уже в аду находится, прописанная там, в перисподних местах. И у него только одно желание разогнать всех. И вот они смотрят, кому я отвечаю, и кто у меня в друзьях, они заходят и их буквально заливают. Те люди говорят, это что это за люди такие? Вот мне Марьясов говорил это. Нападали на тебя? И все. Вот как. А почему? Синдром падшего демона. Я нашел причину какая. А что нужно сделать? Ничего, только молиться. Намолитесь, что они обратятся? Не знаю. Очень похоже, что перешагнули эту грань. Я этого не знаю. Похуливший Духа Святого не имеет покаяния. Как узнать? А может, не похулил? Покаяния нет. Больше никак нельзя узнать. Если раскаяния есть, значит, не похулил. У них нет. Они дальше и дальше забирают. И то, чтобы я не говорил, они относят только к сатане. А почему Христос сказал хула на Духа Святого? А он исцелил Духом Святым. То, что я говорю, без Духа Святого нельзя сделать, нельзя сказать, нельзя людей обратить. Они хулят это. Они хулят труды Духа Святого. Это не мой труд. Это нельзя сделать. Одно слово сказал, ну, два-три раза встретился, начальник тюрьмы обратился. Следователь принимает, следователь мой, краевой прокуратуры, принимает крещение с полным погружением после беседы со мной. Ну, как это может быть? Они ничего не понимают. Совершенно ничего не понимают. Бог отнял разум. Они безумствуют, каждый человек выливая себе идола. А для них идол какой? Патриархия. Они не понимают, что это организация Сталином и Берием, образована 4 сентября. Вот корень-то где находится. А что тогда делать? Пускай они думают, не я. Я не в этой организации. Структура церковная. Бог не устраивал структуру, а говорит, придет Дух Святой и научит вас и возвестит о суде, о правде. Все, наверное, сегодня? Все, да. Вот я хочу сказать, знаете, вот как в тех стихах, стояли двое у окна, один там видел дождь и грязь, другой листвы и зеленая вязь, кусочек неба голубого. Вот мы-то у вас не было кусочек голубого видим, а они-то только видят то, что хотят видеть, понимаете? Им так удобно, им удобно так, чтобы отвратить всех. посмотрите, я вот с кем не разговариваю, говорю, вот давайте, я сейчас, вот 38 книг лежит, давайте в скайп выходим, и вы сейчас мне говорите, я при вас застаю любую книгу, вы говорите, откройте вот такую страницу, и я читаю. Какую строчку, какой абзац скажете? Любой. И вы мне скажете, где это написано, вот именно о чем вы говорите. Я говорю, тут все библейского формата, тут нет ничего лишнего. Сразу отказываются, не хотят разговаривать. Притом абсолютно везде, в разных епархиях, брали на расследование сенсорские отделы, но никому сегодня внимания нету в патриархии, как мне. И ни один, еще нигде за 14 лет, ну что-то, 14-то лет, это уже два срока прошло, по 7 лет. А почему дьявол, значит он живой, сошел в великой ярости, ища кого поглотить. Он их поглотил, а они теперь, как слуги дьявола, ищут еще кого с собой заморочить голову. Не может быть по-другому. И я вижу, что никто так точно не подтверждает, что патриархия себя представляет, как вот эти, кто нападает. Их ни в одной организации не потерпели бы нигде, клеветников таких. Но они надеются на безнаказанность. Единственное, что можно делать, только молиться и плакать о них. Они мне страницу сломали, в одноклассниках, и давают меня всякую гадость рассылать. Но я быстро увидел это все. Ну, они все, они видны так. Всякую мерзость, просто говорят, пишут, угрожают, и все. Почему? Чаще исповедуйся, причащайся. Недостойное причащение несет смерть. Многие больные, мало умирают. Игнат Ильич, еще такой вот. Вот, знаете, они, вот кто там комментарии пишет, вот брат Михаил видел, там вот один, он помешан вот на этом, как бы сказать-то, вот на извращение-то на этом мужском. Он все время вот это вот пишет через каждый этот там, это, это, это. И главное то, что мне присылали, все то же самое. Вот этих, ну, девчонок вот эти раздетые, всякие вот эти, ну, пошлое предложение, все, все. Вот все, они больны, что ли, эти? А неодержимый демоном, ты не можешь понять, или что? Это дунг, да, он не может нигде вырызнуть. И, конечно, он не взял, он не взял там вот Евгений, едва приближается еще кого-то. Господь отдал меня, на меня, чтобы нападали. Почему? А Господь знает, что они ничего никогда не сделают. Господь меня на этот день готовил больше полвека. он провел меня, закалил, продрал меня по трубам гулага. Господь сделал так, чтобы теперь на этом опыте, на моем, вы можете увидеть, с нами, в нас больше тот, кто в мире с ними. Надо, чтобы он еще подольше продлился, этот опыте. Да. Молиться будет? Ну что, волен еще, братья? Давайте. Достойно. Достойно. Богу родицу, тебя величайя. Градий Тихонович, помолите. Отец наш Небесный, мы просим тебя во имя Иисуса Христа, умершего за наши грехи на Голговском кресте, пролившего свою причистую кровь во ощущение всех приходящих тебе с раскаянием. Слава тебе за эти занятия. Я прошу тебя, Владыка, коснись сердец этих несчастных людей, ослепленных дьяволом злобою. Возможно для них покаяние, только ты знаешь. Но умоляю тебя, в судный день не помени им этого безумия. И нас помилуй, милости твоей ради. Молю тебя, Господи, прими нашу молитву. Благодарю тебя за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии. И все там, где идет война. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи.